Итоги ходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Время возможностей. В Абруське обсудили вопросы сотрудничества бизнеса с крупными госпроприятиями. Проблемы, в первую очередь, которые специфичны именно для данного региона. Как это работает? Они убивали ангелов. Во всем мире вспоминают узников фашистских концлагерей. Мальчик подошел брать снег, они взяли его прямо с автомата, вот такой, раз в головку, и он брыкнул. Где до сих пор чувствуется боль. Леди и джентльмены. В городе выбрали мисс и мистера школа 2022. Правильная манера держаться на сцене, уверенность и поставленная речь. Кому досталась заветная корона. А также полное внедрение, обновленное расписание и капризный апрель. Во вторник в Беларуси ожидается теплая и дождливая погода. Сколько за окном будет градусов? Болевые точки. В Бобруйске обсудили вопросы развития сотрудничества малого и среднего бизнеса с крупными национальными предприятиями. Главной темой разговора стала программа импортозамещения. Санкционная политика Запада – это, конечно, трудности, но в то же время новые возможности. Например, если раньше госкомпании приобретали комплектующие за границей, то теперь эту нишу могут занять представители бизнеса. Уже сейчас разработана специальная платформа. Каждый субъект малого и среднего бизнеса может найти там для себя возможность участвовать, найти заказ, провести переговоры с крупными предприятиями и выйти на заключение договора. У нас цель и выявить проблемы, в первую очередь, которые специфичны именно для данного региона. Ну а также, конечно, спасибо большое предпринимателям Бобруйского региона. Кроме того, что выявили проблемы, они нам уже и подсказали, какие есть выходы и пути решения этих вопросов. Бобруй стал уже шестым городом, где прошли подобные встречи. Сейчас представители республиканской госорганов посещают регионы с населением 80 тысяч плюс. В целом, государство заинтересовано в развитии бизнеса. Для этого принимаются соответствующие меры. В частности, увеличиваются объемы кредитования на проекты, связанные с импортозамещением. Нельзя забыть, во всем мире 11 апреля вспоминают узенько фашистских концлагерей. Больше 260, именно столько их было создано на оккупированной территории Белоруссии. Там нацисты уничтожили почти полтора миллиона человек. О земле, пропитанной кровью, Карина Гуревич. Азаричи – ад на земле. В нем Ольга Мурашкевич провела долгие четыре месяца. От Тифа в концлагере погибло два ее младших брата. Несколько мучительных дней девятилетняя девочка пролежала рядом с их телами. Ее приняли за мертвую. В этом ужасе крышей служило небо, постелью болото, а пищей – воздух. Снег, вспоминает узница фабрики смерти, был перемешан с кровью и грязью. Когда к проволоке подходили, вот там чистый снег, мальчик подошел брать снег, они взяли его прямо с автомата вот такой, раз в головку, и он брыкнул. Ну, может, четыре-пять годочковому. Он пришел снега взять в ротик чистого. Как он маму не послушал или что? Убили. Пошел мужчина, потом женщина. И так поняли, что нельзя брать, как бы не подходили близко на два метра. 11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 77 лет назад в Победном 45-м сотни тысяч пленных Бухенвальда подняли восстание. В городе к каждому памятному месту, связанному с этой скорбной датой, пришли десятки людей. Не стал исключением и мемориал узникам Бобруйского гетто. В первую очередь, конечно, мы должны дать долг живых, как называется. Они люди живые, их душа, наше тело, оно не вечное, а душа вечная. Те люди, которые здесь, скажем так, в отмечении это место, отдали свою душу, они нас родили. И благодаря них мы живы. Администрация города, представители организации, ветераны и молодежь. К братской могиле советских военнопленных, уничтоженных фашистами, несут цветы. Минута молчания – дань памяти каждой невинной жизни. Всем тем, кто несправедливо рано покинул эту землю. Нельзя забывать о таких датах, как о Великой Отечественной войне. Она, естественно, связана с узниками. Нельзя забывать о том, что творили фашисты на нашей территории. И, конечно, вот эта память, она всегда будет с нами жить, пока живем мы, пока живет наше государство. Фашистские концлагеря – одна из самых черных страниц человеческой истории. В Бобруйске в годы Великой Отечественной действовало четыре конвейера смерти. Повсюду была натянута колючая проволока, расставлены вышки с пулеметами и прожекторами. Военные, старики, женщины, дети не щадили никого. На земле есть места, при одном упоминании которых охватывает леденящий ужас. Одно из них – лагерь смерти номер 131, который был создан на территории Бобруйской крепости летом 41-го. Уже к концу года здесь содержалось 60 тысяч человек. До сих пор эти стены помнят кровь, боль и страх. На оккупированной территории Беларуси было создано более 260 лагерей смерти. К зиме 41-го количество жестоко убитых дошло до тысячи человек в сутки. Всего нацисты уничтожили почти полтора миллиона жизней. Каждая невосполнимая утрата и урок для нынешнего поколения – трагедия не должна повториться. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Пристегнитесь. В Бобруйске за выходные сгорело два автомобиля. В субботу на Октябрьской спасатели тушили БНВ. Огонь повредил панельную часть машины. Специалисты пока разбираются в причинах. Уже в воскресенье днём пламя окутало Хёнде. О ЧП в лесу рядом с деревней Ломы сообщили очевидцы. По прибытию первых подразделений МЧС наблюдался выход дыма из-под капота легкого автомобиля 2001 года выпуска. Спасатели ликвидировали данное возгорание. В результате поврежден капот, моторный отсек, лобовое стекло. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Ещё один пожар произошёл на выходных по переулку резервному. Горел нежилой дом. Пламенем повреждены имущества и перекрытия, закопчены стены. Постройка была пуста, никто не пострадал. Капитальная инновация, тёплые вторники и обновлённое расписание. Белавиаз обновляет прямые рейсы в Казань и Екатеринбург. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В республике на законодательном уровне планируются инновации, которые позволят исключить допуск недобросовестных подрядчиков на объекты капремонта. Местные власти смогут выбирать проверенные службы. При этом будет строго контролироваться стоимость работ. Сейчас в стране 150 проблемных домов. Там превышены сроки выполнения. Беларусь работает над внедрением 5G. Уже определены частоты, на которых будет функционировать технология. Детально рассматриваются конкретные сферы применения. Не только качество связи, но и развитие мониторинга, транспорта, сельского хозяйства, торговли и медицины. На всё про всё специалистам понадобится 5 лет. В Беларуси проходит неделя леса. Принять участие в компании может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Волонтёров обеспечат посадочным материалом и инвентарём. В 2022-м акция посвящена Году исторической памяти. Белавия возобновляет прямые рейсы в Казань и Екатеринбург. По измененному расписанию осуществляются полёты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай. Пристановлены отправления также в Тель-Авив до 17 апреля и в Краснодар до 29-го. В стране во вторник ожидается тёплая погода с дождями. Столбик термометра максимально поднимется до плюс 19. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Прогнозируется также сильный ветер. Порывы достигнут 18 метров в секунду. События достойны ленты Инстаграма. Во Дворце искусств выбрали победителей городского конкурса «Мисс и мистер школа-2022». Частливый билет на участие в шоу достался девяти участникам. За их плечами кастинг и два отборочных тура. Подробности у Ольги Васинда. На это шоу мечтает попасть чуть ли не каждый учащийся. Но на деле заявляют о себе только самые смелые. Кастинг и два отборочных тура конкурса «Мисс и мистер школа» прошли девять парней и девушек. К этому конкурсу я начала подготовку ещё в феврале. Для меня это был интересный опыт. Мне было приятно познакомиться с людьми. И я надеюсь, что мы продолжим общение дальше. Финальный этап включает в себя пять испытаний. Визитная карточка, танцевальные и творческие баттлы, дефиле плюс конкурс болельщиков. Главная задача – удивить жюри. Это прекрасная возможность выявить талантливых ребят, инициативных, стремящихся к проявлению своих творческих способностей. Критерии, по которым мы оценивали участников, правильная манера держаться на сцене, уверенность и поставленная речь. Плакаты, кричалки и громкие аплодисменты. Болельщики старались во всём. Впрочем, как и участники. Перед жюри стоял нелёгкий выбор, но обладателей титула может быть только два. «Миссис» стала учащейся 28-й школы Виктория Меченкова, а мистером – представитель 20-й Матвей Дорожинский. «Сейчас уже после сцены как-то более поспокойнее, но когда было самообъявление главной номинации, это был, конечно, просто выброс какого-то драйва, адреналина. Это было очень приятно». «Эмоции просто вау. Ну, в первую же очередь радость, слёзы от счастья. Эмоций просто куча, просто огонь эмоций». В этом году также была заявлена номинация «Мисс и мистер пресса». Ребята писали сочинения на тему «История моей семьи в истории родного города». Онлайн-опрос проходил на сайте «Боберлайф». Больше всего голосов отдали за работы Александра Калиновской и Матвея Дорожинского. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Недоброе дело. В Бобруйске зарегистрирован случай массового контакта с бешеной собакой. Безумное животное, как сообщается, подобрали на улице. Лайка вела себя весьма ласково и старалась облизать руки или лицо всех, кто к ней прикасался. В списке 14 человек, среди них двое детей. Впоследствии собака погибла, все пострадавшие проходят курс лечебной антирабической вакцинации. «Безнадзорная собачка, если уже кто-то пожалел и хочет ее приютить или кошку безнадзорную, надо относиться осторожно в плане того, что до 30 дней выдерживать карантинный период, показать обязательно животное ветеринарному врачу, провакцинировать его против бешенства». В Могилевской области ежегодно за подобной медпомощью обращаются около 3000 человек. Только за три месяца 2022-го поступило 507 обращений. Благодаря вакцинации заболевания бешенством людей не регистрируются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok